Девушки отдыхают Осторожно! Она разозлила Мурадбея, а теперь срывается на нас Что тебе нужно, Чагла? Я скоро потребую страхование жизни на работе, Мурадбей! Я случайно. Что? Ниджадбей и Дерия Ханым пришли. Дерия Ханым ждет вас в кабинете Ниджадбея. Хорошо. Сейчас приду. А с этим мне что делать? Ладно, ладно. Притворимся, что я молчала. Газета сейчас исчезнет сама по себе. ИПЕК Как это? Да. Она звонит. Спасибо, Аллах! Алло, ИПЕК? Алло, Керем? ИПЕК? Это правда ты? Да, да, да. Я сама в это не верю. Я никогда не забуду этот момент. 20 июля 2016 года. 5.45 вечера и 35 секунд. Ты мне позвонила. Прекрати немедленно, или я положу трубку. Керем, нам нужно встретиться. Ну-ка, повтори, повтори. Нам нужно встретиться. Раз ты так настаиваешь, проси, чего хочешь. Я все сделаю. Спокойно. Мы пока просто поговорим. И все. Я так давно этого ждал. Просто скажи, где и когда, и я обязательно туда приеду. Дирия, добрый день. Ты меня ждешь? Я хотела тебя поздравить. С чем же? Ты очень умно поступил. Теперь тебе не придется рисковать одному. Я что-то не очень понимаю. Ты сделал Дарука главой дизайнерской группы по концепции. Ты впутал брата в это дело. И если ничего не получится, это будет не только твоя ошибка. Я не позволю обижать сына, Мурат. Дирия, мама, перестань. Я тебе не мама. Ты никогда не считал меня своей матерью. Может, потому что ты не вела себя как мать? Хватит мне грубить. Вспомни разговор с самого начала и поймешь, кто кому грубил. Мурат! Я люблю Дарука, как родного брата. И я всегда буду его любить. Я никому не позволю это разрушить. Нам нужна дизайнерская школа. Я бы выделил под это весь второй этаж шарты. Заодно в студии можно будет делать макеты. Сынок, выдохни, расслабься на секунду. Ты заставил нас отменить отпуск и примчаться сюда. Выпьем чаю и спокойно все обсудим. Много дорог прав, Ниджат Бей. Мы точно не справимся без отдельной студии. Вы оба сошли с ума. Сошли. Я больше ни минуты не останусь под этой крышей. Что случилось? Что с тобой такое? Кто тебя разозлил? Забери меня отсюда, Ниджат. Олах, олах, ладно. Но что случилось? Может, расскажешь нам? Мама, тебя кто-то обидел? Спросил своего брата. Может, он тебе расскажет. Проститувал, я скоро вернусь. Ну, а я умру от любопытства. Так, я смотрю, и мама расстроена, и ты. Что случилось? Мы с ней поругались. Но ты же никогда не ругаешься. Нет, не ругаюсь. Мама иногда бывает довольно вредной. Она тебе что-то сказала? Забудь об этом. Она твоя мама. Перестань, брат. Она ведь и твоя мама. Она так не думает. Минуточку. Что? Мама тебе так сказала? С чего вообще она так сказала? Давай не будем. Мне это неприятно. Брат. Прошу. Я никогда тебя не обижу. Ты же мне веришь, брат? Я это прекрасно знаю. Тогда ничего не спрашивай. Так. Ты что-то ко мне чувствуешь? Я знаю. Словно море внутри меня. Мне нечем дышать. Я не знаю. Я правда не знаю, как это сказать. Я не избалованная. Вовсе нет. Я просто ничего не чувствую. Потому что ты всегда меня игнорируешь. Не смотришь на меня. Не слушаешь. Просто игнорируешь. Ашк лафтан анламас. Вовсе нет. Прошу. Продолжение следует...